Крымский полуостров Будет однозначно. Крым – это Украина, это территория нашей силы. Мы будем освобождать территорию полуострова теми способами, которые нам будут доступны. Если сейчас заморозить конфликты, через какое-то время Россия наберется сил и будет осуществлять свою агрессивную политику повторно. Добрый день. Все эти 10 лет Крым находится под незаконной оккупацией России, но тема Крыма не сходит ни с украинской повестки дня, ни с международной. Это и ваша заслуга как постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Давайте перенесемся в 2014 год. День сопротивления оккупации Крыма. Как это было? Вспомните. Я не была в тот момент в Крыму. Я была в Киеве. Собственно, я активно занималась волонтерской деятельностью во время революции достоинства. И 26 февраля все оплакивали героев небесной сотни. Мы видели, что происходило после того, как бывший президент Янукович бежал из Украины. Все эти расстрелы, все эти гробы, которые шли, фактически несли по Майдану. Это бесконечная плывокача. Это был очень сложный период для всей страны. Российская Федерация этим периодом и воспользовалась, когда у нас не было фактически власти, у нас не было армии. Но если возвращаться именно к 26 февраля, более 20 тысяч человек вышли на площадь перед зданием Верховного Совета Крыма с украинскими, крымско-татарскими флагами. Мы говорили о том, что Крым – это Украина, и что не согласны с этими действиями, которые Российская Федерация уже очевидно начинает проводить. Когда этот митинг расходился, то мы засыпали условно с чувством, что мы предотвратили. Но в ночь с 26 на 27 февраля оккупационные войска, силы фактически специальных операций Российской Федерации, они захватили административные здания в Крыму, перекрыли фактически периметр. Начиная с 27 февраля началась реальная оккупация Крымского полуострова. С высоты прожитых 10 лет вы могли бы уже сейчас сказать, можно ли было тогда избежать этой оккупации? Я думаю, что нет, в силу того, что это была военная операция, но не было достаточной реакции, это правда, у государства нашего и у наших международных партнеров. Это был такой переходный период, когда фактически почти было без власти, Янукович бежал. Те лидеры на тот момент еще оппозиции, которые стояли на Майдане, они в Верховной Раде только начали формировать временное правительство. Это такое было безвремение какое-то. Что касается армии, у нас не было армии во время режима Януковича, фактически армия уничтожалась. Люди в Крыму протестовали, конечно же, но мы не видели такой реакции людей, какую мы видели, к примеру, в 2022 году в том же Херсоне, связанными именно с этим, что граждане в Крыму не понимали, а защитит ли их в принципе государство и армия. И когда я сейчас говорю с активистами крымского сопротивления, очень многие говорят о том, что да, мы были 26 февраля, да, мы еще выходили на различные акции протеста, но мы понимали, что, к сожалению, этот протест, он уже ни к чему не приведет. Там было протестное движение на протяжении 10 лет фактически оккупации. Это было протестное движение вокруг, к примеру, прав человека. Например, человека задерживают, обвиняют в терроризме, экстремизме, в диверсионных шпионаже, действиях и так далее. Его задерживают, ведут в суд, к нему в поддержку приходят еще какое-то количество людей, там могут опять людей задержать. Они позиционируют себя как граждане Украины. Но украинских флагов, к примеру, у них не было. Мы не видели массовых надписей на стенах домов «Слава Украине», да, мы не видели желто-голубого маникюра у женщин, да, мы не видели татуировок массового такого характера до 22-го года. А сейчас в Крыму, когда мы говорим о протестном движении, мы видим флаги над Севастополем, над самыми высокими вершинами в Крыму, желтый и голубой маникюр. Это вылитая краска, опять-таки, украинских цветов, государственного флага над оккупационными администрациями. Когда мы спрашиваем активистов, почему, они все отвечают, чтобы мы понимали, что в 2014 году, если бы мы даже все это делали, то все равно Крым был бы захвачен. Необходимо понимать специфику крымского полуострова, это Керченский, на тот момент еще не мост, но переправа, куда были переправлены оружие, люди, техника с территории Российской Федерации. Это все эти БТР и танки, которые ездили по Крыму, это спецтехника, это вооруженные люди, никакие невежливые люди, как это позиционирует Российская Федерация. Это были абсолютно очень негативно настроенные люди в форме, без опознавательных знаков, но люди в Крыму уже понимали, кто это. Лидеров протеста того времени, кого бы для себя вы отметили, как украинцев, так и крымских татар? Одно из самых громких, политически мотивированных дел на территории полуострова, это так называемое дело 6 февраля. Фигурантом этого дела был Лахтем Чикос, это и Рифат Чубаров в первую очередь, глава Меджилиса, и Меджилис в первую очередь созывал этот митинг и попросил всех граждан Украины, вне зависимости от национальности, крымских татар, украинцев, русских и так далее, присоединиться к этой акции протеста. Это и Олег Сенцов, который был на тот момент в Крыму и принимал участие в протесте. Это и Гена Афанасьев, его вместе с Сенцовым Кольченко и Чернеем, это было тоже известное дело про так называемую террористическую группу в Крыму, которые также были задержаны. Гена, к большому сожалению, он погиб на фронте в 2022 году, в декабре. Это мой хороший друг, мы смогли его освободить из-за стенок Кремля, он как большой патриот Украины и человек, который боролся за право своей маленькой дочери жить, в том числе на своей малой родине в Крыму, одним из первых пошел сразу же на фронт в феврале 2022 года. Да, он поплатился своей жизнью, но ради нашей страны. Десять лет оккупации, это фактически десять лет репрессий. А какой ужасающей статистике вы могли бы нам рассказать о тех людях, которые были убиты за свою проукраинскую позицию? Сейчас незаконно осуждены и, возможно, находятся в плену. Нарушений прав человека очень много было и есть на протяжении всех десяти лет. Когда мы говорим про 209 политически мотивированных уголовных дел, и фактически даже не дел, а тех людей, которые сейчас за стенках находятся Кремля, либо на территории Крыма, либо на территории Российской Федерации, 126 из них являются крымскими татарами, то за каждым этим человеком стоит еще целая группа людей. Это его семья, это его близкие, фактически пострадавших от репрессий оккупационного режима Российской Федерации. Очень много. И, конечно же, это имена и Наримана Джелялова, первого заместителя главы Минджелиса Крымско-атарского народа. Это и ваш коллега, журналист радио «Свобода» Владислав Ясипенко, который, собственно, перед своим арестом на протяжении нескольких лет освещал ситуацию в Крыму и рассказывал о нарушениях прав человека. Это Сервер Мустафаев, это руководитель Крымской солидарности. Он был арестован в 2018 году и фактически помогал семьям политических заключенных. Это детки, которые остались без своих отцов или без своих матерей. Это Галина Долгополова, к примеру. Это достаточно пожилая уже женщина и сейчас уже, по-моему, 69 лет, которая обвинена в шпионаже для Украины. И дело ее максимально засекречено. Никто не знает ни о чем идет речь, ни в каком она сейчас состоянии находится. Периодически ей удается передавать какие-то весточки из тюрьмы. Это большое количество людей, которые насильственно похищены были. И за весь период было более 45 дел. И 16 человек, мы не знаем, где сейчас находятся. Это постоянные обыски в домах у людей. Фактически каждую неделю проходит тот или иной обыск. После полномасштабного вторжения, повторюсь, ситуация стала еще хуже. У нас количество дел политически мотивированных увеличилось. Это гражданские заключенные из территории Херсонской и Запорожской областей, собственно, из других оккупированных территорий, которые сначала содержались в подвалах в этих областях, а потом были переведены для отбывания так называемого наказания на территории Крымского полуострова. В Крыму открыли два новых СИЗО после 2022 года. Это, в принципе, такая территория бесправия. Это такая себе серая зона, где нет ни одной наблюдательной миссии. Украинские организации фактически не имеют доступа, хотя они старались мониторить ситуацию. Фактически работа адвокатов на территории полуострова, она приостановлена, потому что у многих из них отобрали свидетельство про адвокатскую деятельность. Консулов сейчас нет на территории Российской Федерации. Все дипломатические отношения разорваны со страной-агрессором. Российская Федерация не соглашается на предоставление консульских услуг, чтобы нас представляла другая страна, хотя мы вели такие переговоры. Наши люди фактически остались без права на защиту, без права на то, чтобы каким-то образом передать информацию о себе. Такая Россия в миниатюре, и ужасаешься, когда слышишь все эти детали. Наверное, мы осознаем, что такое Россия формальным, не знаю, причиной вот этих вот обысков. Они, я так понимаю, любые, абсолютные, за какую-то мелочь. Они используют достаточно репрессивное российское законодательство для преследования. И они поделили фактически на этих людей на определенные группы. К примеру, если это крымские татары, они являются мусульманами, к ним применяют статьи про экстремизм и терроризм. Якобы они являются участниками каких-то террористических организаций. Если это украинцы, этнические, либо представители других национальностей, они им приписывают шпионаж, либо диверсию, да, как это было в ряде случаев. Там Нариман Джелялов, да, первый заместитель главы Меджелиса, и люди, которые его знают, это очень интеллигентный, высокодуховный и образованный человек, они его обвинили в диверсии. Якобы он хотел осуществить диверсию на газопроводе 23 августа 2021 года, собственно, в тот день, когда Нариман Джелялов был в Киеве на саммите Крымской платформы. И, собственно, через неделю после того, как он вернулся с саммита Крымской платформы, он был задержан. Когда мы говорим сейчас, после 2022 года, про преследование активистов, активистов, напомню, что это более чем 600 случаев сейчас активного протеста. 625 дел, которые мы увидели в судах в Крыму, все они проходят по административной статье про дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. И это нововведенная статья Российского кодекса. И вот, собственно, женщина с желтым и голубым маникюром, она, оказывается, дискредитирует вооруженные силы Российской Федерации. И вот осуждают либо на 10 дней ареста, либо выписывают большие штрафы. И могли бы вы еще детальнее о жертвах репрессии? Кем были эти люди? На самом деле, имен я могу назвать очень много. Это Джамиль Гафаров и Константин Ширинг, которые погибли уже в застенках Кремля в 2023 году, в начале. Это люди, которые не получали медицинскую помощь в пенитациарных учреждениях Российской Федерации. Таких людей, которые с сложными заболеваниями, хроническими заболеваниями, достаточно много. Это более 30 человек, которые вне зависимости от диагноза все равно находятся в местах лишения свободы, хотя, в принципе, могли отбывать так называемое наказание, по крайней мере, в каких-то других условиях. Крым – это была такая себе апробация на самом деле. Все методы, которые были применены в Крыму в 2014 году и в дальнейшем, они были абсолютно перенесены на новые оккупированные территории, в том числе Херсонской и Запорожской областей. Это насильственные похищения, это убийства активистов. Необходимо вспомнить про имя Решата Аметова. Это первая, фактически, смерть гражданского лица, активиста из Крыма, который в начале марта вышел на одиночный пикет, перед зданием Совета министров Крыма, был свачен вооруженными людьми, так называемой крымской самообороной. Крымская самооборона – это фактически подконтрольные акторы были, оккупационная администрация. Везен в неизвестном направлении и через неделю был найден с ужасными просто следами пыток. Это Сиран Салиев, это экскурсовод в их часарай, он водил экскурсии, помогал семьям политических заключенных. И вот также воздержан, обвинен в терроризме. Это Ирина Данилович, это ваша также коллега, но гражданская журналистка, которая писала на медицинскую тему, потому что проблемы есть большие в медицинской сфере, в Крыму. Ирина Данилович сейчас в застенках Кремля, и у нее ухудшается здоровье. Это Линия Умерова, это молодая девушка, которая была задержана в декабре 2022 года, когда она ехала к своему больному отцу в Крым, чтобы за ним ухаживать. У нее не было российского паспорта, она предъявила только украинский паспорт. Приграничники российские, увидев, что у нее крымская регистрация, спросили, а почему же у нее нет российского паспорта, она сказала, я его не хотела получать. И, собственно, на границе Грузии и Российской Федерации была задержана. Это Богдан Зиза, это человек, который вылил желтую и голубую краску на оккупационную администрацию в городе Евпатория. Он сирота, он не выехал из Крыма именно потому, что его бабушка достаточно преклонного возраста находилась в Крыму и не хотела выезжать. И он обвинен в терроризме. Максимально, что можно было дать на самом деле в нормальной стране, в нормальном государстве по этому делу. Это хулиганка какая-нибудь, да, это акционизм какой-то, но не терроризм. Он приговорен к десяти годам лишения свободы. Российские военные под руководством президента России и всех его приспешников пришли на Крым с четким нарративом о том, что Крым – это исконно русская территория. Но это же наглая ложь, и мы все об этом знаем. Как вы этому оппонируете? Знаете, к большому сожалению, это тот нарратив, который мы часто слышим не только со стороны России, а в том числе среди определенных элит, западных элит, элит стран глобального юга. Это, к примеру, экспертные какие-то организации, это сингтенки, мозговые центры, там это часть журналистов, которые задают мне данный вопрос, что, знаете, ну с Крымом не все так однозначно. Крым же всегда был русским. Я как представительница коренного народа крымско-татарского, да, я не могу это не воспринимать, конечно же, с улыбкой. И на самом деле наш офис, офис Крымской платформы представительства, мы занимаемся, знаете, посвящением, да, с таким историческим экскурсом проводим для наших коллег, друзей, и рассказываем о том, как же было, собственно, становление Крымского полуострова, что Крымский полуостров – это очень такой хороший пример колонизаторской политики Российской Федерации, либо Российской империи, Советского Союза, да, как бы ее, собственно, не называть. И если наши западные партнеры, да, либо страны глобального юга обижаются на страны, там, Западной Европы, в том числе североамериканские, там, страны, на то, что они применяли к ним какие-то имперские колонизаторские политики, западноевропейские страны покаялись в своей колонизаторской политике, то почему-то Российской Федерации все это прощается, да. Россия воспринимается как борец с империализмом в странах глобального юга. Что сделала Россия? В 1783 году захватила, это была первая аннексия Крыма, до этого на протяжении более чем трех столетий существовало там Крымское ханство, которое имело абсолютно все коммуникации с Украиной, тем формированием, которое на тот момент было, это казацтво, да, имело коммуникации с странами тогдашней Европы, и все было нормально, пока не пришла Российская империя, не колонизировала территорию, начала замещать население Крымского полуострова, вытеснять коренное население. В 1783 год 95% населения крымские татары, 5% все остальные национальности, государственный язык, использование только крымско-татарского, в принципе, вплоть до депортации крымско-татарского народа. 1944 год это депортация всех крымских татар, и решение, собственно, вопроса Крыма для Российской, Российской, там, не федерации, инструмента Советского Союза. Поэтому нет, это не исконно русская территория. В принципе, если посмотреть на отношения Украина-Крым, назовем так, да, то это всегда было про коммуникацию, про... Если походы друг на друга, да, то были и совместные походы против врага и объединения. Это взаимосвязи культурные, это взаимосвязи, и в том числе обмен опытом даже военным. К примеру, украинские казаки много для себя взяли от крымских воинов, да, в том числе это вопрос владения и техникой боя, там, на коне, к примеру, там, и так далее. Что касается вот этой коммуникации Крым и Российская империя, это всегда было в формате порабощения. Это никогда не было про взаимосвязи. Второй аргумент, который мне всегда приводит, то, что, ну, вот же ж Хрущев подарил Крым Украинской Советской Республике. Это, опять-таки, наглая ложь, потому что дело не в подарке, а дело в прагматическом абсолютно шаге, который был осуществлен, потому что Крым без связи с материковой Украиной выжить просто не мог. И на момент так называемого подарка пьяного Хрущева Крым просто, простите, на таком простословии, загибался без воды. Днепровская вода пошла после строительства Северокрымского канала, а почему Крым не загибался до 1944 года, потому что крымские татары понимали, каким образом работать, обрабатывать эту землю, каким образом направлять потоки из горных рек. Именно абсолютно прагматический шаг был к тому, чтобы Крым вошел в состав Украинской Республики. Вот эту политику переселения Россия на территорию Крыма, я так понимаю, сейчас продолжается. Какое процентное соотношение? О проценте людей, которые переселились в Крым, сложно говорить по той причине, что там и перепись населения была последняя в 2001 году. Ну, Госстат, в принципе, говорил о цифре 2,3 миллиона человек, которые на момент 2014 года проживали в Крыму. Это украинское население, украинские граждане. Что касается того, сколько людей переселилось в Крым после 2014 года, собственно, это была абсолютно и есть колонизаторская политика Российской Федерации по перемещению населения. Фактически нелояльно население. Они выгоняют из Крыма по разным подсчетам, можно говорить, около 200 тысяч человек, 100 тысяч приблизительно до момента полномасштабного вторжения. Еще плюс 100, наверное, выехало после полномасштабного вторжения, особенно после процессов, связанных с мобилизацией на территории полуострова. Что касается людей из территории Российской Федерации, то это около 800 тысяч человек, которые приехали в Крым. То есть достаточно большой процент на людей. Конечно же, цифры Российская Федерация скрывает, она понимает, что это военное преступление. Мы этих людей воспринимаем как тех людей, которые являются колонизаторами, как тех людей, которые участвуют в преступлении по изменению демографического состава населения. И, конечно же, позиция украинского государства, что все эти граждане Российской Федерации должны выехать с территории полуострова. Они должны покинуть территорию полуострова, желательно еще до момента возвращения его под наш контроль. Какие сигналы из Крыма доносятся от так называемого лояльного населения? Им пришло это разочарование так называемым русским миром, который пришел, обещав какой-то мнимый порядок и так далее? Сложно, в принципе, говорить о том, какой процент населения поддержал так называемую Российскую Федерацию. Потому что они поддерживали тогда не Российскую Федерацию. Они поддерживали свое мечты о России, либо такой свой сентимент относительно Советского Союза. Они никогда не жили в Российской Федерации, они не знали, как жить при России. К тому же путем пропаганды Россия рассказывала, что для Крыма ничего не поменяется. Будут инвестиции, мы будем принимать все ваши документы, которые были выданы. Не будет прекращено транспортное сообщение с материковой Украиной. Вы будете продолжать разговаривать с своими людьми, родственниками, которые живут на материке. Поэтому сказать, что это какое-то большое количество населения, тогда поддерживало это не так. Собственно, Меджилис Крымских Татар говорил о том, что это около 30% кто пошел на референдум. Кто как голосовал, мы в принципе не знаем. И в принципе доверять референдуму мы не можем. Но, конечно же, был определенный процент людей, однозначно, которые поддерживали этот так называемый сентимент к Советскому Союзу, к Российской Федерации. И многие из них однозначно разочаровались, потому что они не видели всего того, что им было обещано. Они увидели так называемые витрины, про которые говорил Путин, экономически очень такого разнообразного и сильного региона. Они не увидели толпы туристов, которые к ним просто начнут ехать, они будут зарабатывать большие деньги на этом. А с другой стороны, они не увидели тех свобод, которые у них были. Собственно, одной из ключевых ценностей, за которую мы боремся, Украина борется, это ценность свободы и возможности иметь эти свободы. И сейчас этой возможности у них нет. Это тотальный контроль, это фактически запугивание людей. Есть несколько дел, не буду называть имена этих людей, которые также стали жертвами политически мотивированного преследования, которые были активными участниками Крымской весны, но потом были задержаны за то, что осмелились критиковать власть, так называемую в Крыму, Ялтинскую, городскую. И когда с ними уже потом журналисты делали интервью, издание суда, они говорили, мы разочарованы полностью, да, мы думали, что мы голосуем за экономически стабильный регион, мы этого не увидели, но кроме этого нам теперь еще невозможно выходить на улицы и что-то говорить против власти. Хочется все аспекты жизни в Крыму вас спросить. Вот российские так называемые хозяйственники и коллаборанты, что они превратили сейчас в полуостров? Что касается хозяйственников так называемых, то мы их воспринимаем, конечно же, как представителей коллаборационной власти в Крыму и однозначно все, кто находится на топ-позициях, они понесут ответственность согласно украинскому законодательству. И да, они, и в первую очередь даже не они, а их руководители в Кремле делают из Крыма большую военную базу. Те так называемые инфраструктурные объекты, которые были построены, это Симферопольский аэропорт достаточно большой, это трасса Таврида, это Керченский мост, это все те объекты, которые заявлялось, что они будут иметь цели для гражданского населения, но на самом деле используются для абсолютно только военных целей. Трасса Таврида, это активная и быстрая переброска войск и техники с Керченского моста до Севастополя. Если говорить о Симферопольском аэропорту, это использование для военных целей, для техники. Что касается Керченского моста, опять-таки, это единственная фактически магистраль, соединяющая Крым и территорию Российской Федерации. Не будет моста и не будет соответственно этих поставок. И именно поэтому в том числе нами, как украинским государством и вооруженными силами Украины делается активная такая ставка на то, чтобы отрезать Российскую Федерацию от Крыма. И на самом деле Керченский мост очень интересная деталь. Керченский мост является, наверное, единственным символом присутствия Российской Федерации в Крыму. Именно поэтому для пророссийской так называемой группы атаки вооруженных сил Украины на Керченский мост является такими ужасающими, потому что они понимают теперь, что Российская Федерация, которая в их понимании была такой всемогущественной, Керченский мост не может защитить, соответственно, как бы не может в принципе удержать Крым. Вот этот милитаризованный полуостров, который превратил Россию в Крым, почему важно, чтобы он был как можно скорее деоккупирован даже не для восстановления справедливости и территориальной целостности Украины, а для тех западных стран, которые, например, граничат по Черному морю с Крыма. Ну, во-первых, нам следует говорить о международном праве, важности того, что границы государства неприкасаемы. Нам необходимо остановить международное право для того, чтобы таких прецедентов в мире не было. И для наших международных партнеров конечно же это важно, потому что это в том числе безопасность для всего региона. Например, можно сказать о зерне украинском, да, и каким образом сейчас зависят от украинского зерна многие наши как западные партнеры, так и страны глобального юга. Без того, чтобы не освободить Крым и, соответственно, не разблокировать акваторию Черного и Азовского морей, мы не сможем обеспечивать стабильные поставки того зерна и другого конечно продовольствия в данные страны. Конечно же, это вопрос безопасности в принципе для всего региона Азово-Черноморского и в принципе того, что замороженный конфликт это всегда плохо. Именно поэтому не может быть сейчас никаких переговоров каких-то промежуточных этапов заморозки конфликта, как нас некоторые страны глобального юга в том числе склоняют к тому, что садитесь за стол переговоров, договоритесь, забудьте о Крыме. Нет, про Крым мы не можем забыть именно потому, что это наша территория, там проживают наши люди и мы возвращаем не только территорию и людей в том числе. И мы не можем забыть и про крымских татар, для которых это является единственным местом их родины. И если мы не освободим территорию полуострова, это означает, что фактически мы оставляем на погибель очень большое количество людей. Погибель как этноса. Сейчас заморозить конфликты, это означает, что через какое-то время Россия наберется сил, будет осуществлять свою агрессивную политику повторно. Но Крым это очень-очень важно для нас. Это территория нашей силы, моей силы в том числе. Поэтому мы будем освобождать территорию полуострова теми способами, которые нам будут доступны в этот конкретный момент. Верите ли вы в ответственность Владимира Путина и его приспешников за аннексию Крыма? Будет ли это важной вехой в обвинительном процессе против диктатора? И трибунал по Путину и всему остальному командованию, военному командованию и так далее будет однозначно. Украина работает над созданием трибунала по преступлению и агрессии. У нас большая поддержка есть со стороны наших международных партнеров. Поэтому ответственность будет однозначно. Международный уголовный суд, который уже ордер на арест по Путину и Львову, и Белову и относительно похищения детей вынес. Так и в том числе будет по преступлению агрессии. Потому что преступление агрессии более глобальное. Собственно, оно покрывает то преступление, которое началось в 2014 году с попыткой аннексии территории, с оккупацией Крымского полуострова. И, соответственно, покрывает все те преступления, которые они осуществляли начиная с 2014 года, а не после 2022, после полномасштабного вторжения. Когда освободим Крым, как его будем реинтегрировать? Особенно тех людей, которые должны были получить, например, российские паспорта или которые там в этом всем, в этой десятилетней пропаганде жили. У нас есть задания от нашего президента Владимира Зеленского относительно подготовки реинтеграционных процессов относительно Крыма. Мы работаем активно, конечно же, и с Министерством по вопросам реинтеграции, с украинским парламентом, с общественным сектором, с другими органами исполнительной власти. У нас уже есть наработанные документы стратегические относительно Крыма, и сейчас готовится к принятию государственная правительственная стратегия реинтеграции всех оккупированных территорий, включая Крым. Для начала это будет, конечно же, военная администрация с постепенным переходом к гражданской гражданской администрации и через какое-то время после проведенных выборов. Очень важно отметить, что они не будут в ближайшее время после деоккупации территории. На это необходимо будет время и наступление определенных факторов, критериях. это вопросы связанные с имуществом, это вопросы связанные с теми документами, которые выданы на территории полуострова. Для нас люди, живущие в оккупации, являются нашими гражданами, вне зависимости от того, получили ли они оккупационные документы или нет. Так как мы воспринимаем это как навязанный документ, который они вынуждены были получить для того, чтобы просто выживать на этой территории. Не все люди, которые хотели, выехали, не все люди, которые там остались предатели, это не так. Нам необходимо будет выстраивать новые коммуникации с нашими гражданами на этой территории. У нас свои у всех травмы, у кого-то травма оккупации, у кого-то травма жить под постоянными ракетными прилетами каждодневными, поэтому нам необходимо будет находить пути поразумения с людьми и никуда мы от этого не денемся. Нам не нужна территория выпаленная, выпаленная земля, просто земля без людей. Украина без людей, она просто невозможна, ни экономическая стабильность, ни улучшение экономики и всех остальных сверхжей жизни. Я на позитивной ноте хотелось бы мне завершить, когда въедем в Крым. Первое место, которое хотите посетить. Ну, я не знаю, когда мы въедем в Крым, в каких условиях все это будет происходить. Будет ли это же, знаете, жест так называемой доброй воли, либо это будет уход оккупационных войск с тотальным уничтожением инфраструктуры, мы не знаем, да, объективно. Если говорить о позитивной ноте, то, конечно же, это будет мой дом в Крыму, дом моих родителей, это еда, приготовленная моей мамой, и кофе, приготовленный моей мамой. Это Симферопольский район. Ну, а первое место это в любом случае, это Перешеек, это та дорога моя любимая в Крым, которой я ездила постоянно с момента моего переезда в Киев. У меня там много мест силы, поэтому, если будет возможность их посетить после деоккупации, конечно же, это сделаю. Верим в СУ, верим в то, что это случится в ближайшем времени. Дай Боже. Спасибо вам большое. Взаимно.